Всем привет! С вами Кирилл и на этом канале мы изучаем английский язык. Предлагаю сегодня обсудить, как правильно говорить о выходных, отпуске и каникулах по-английски. Давайте разберемся, какие предлоги и артикли правильно употреблять с этими выражениями и рассмотрим разницу между американским и британским вариантом. Слово weekend означает классические выходные дни, выпадающие на конец недели, субботу и воскресенье. Это слово может употребляться с несколькими предлогами. В американском английском принято использовать предлог on. I never go to the office on the weekend. Я никогда не хожу в офис по выходным. В британском английском это предложение будет звучать так. I never go to the office at the weekend. Принято использовать предлог at. Если мы говорим не о каких-то конкретных выходных, а о выходных днях в общем, слово weekend можно употребить во множественном числе. The shop is closed on weekends. Магазин закрыт по выходным. Так мы скажем в американском варианте. The shop is closed at weekends. Так мы скажем в британском английском. В этих выражениях перед словом weekend может стоять определенный артикль the. We usually go shopping on the weekends. Или at the weekends. Мы обычно ходим за покупками по выходным. В разговорной речи часто встречается выражение over the weekend. Оно употребляется, когда действие происходит именно в этот промежуток времени. На выходных. Например. I cleaned my apartment over the weekend. На выходных я убрал квартиру. I will need to do some shopping over the weekend. Мне надо будет сходить за покупками на выходных. Это устойчивое выражение. Нужно запомнить его именно так. Over the weekend. Когда речь идет о ближайших выходных, о тех, что прошли или тех, что намечаются, можно употребить фразы last weekend – прошлые выходные, и this weekend – эти выходные. Если есть слово this или last, предлог и артикль не употребляем. Например. Are you doing anything special this weekend? Ты чем-нибудь особенным занимаешься на этих выходных? Last weekend we went fishing. На прошлых выходных мы ходили на рыбалку. Еще один вариант употребления слова weekend с предлогом for. For the weekend обычно употребляется, когда мы говорим о планах на какие-то выходные. Do you have any plans for the weekend? У тебя есть какие-то планы на выходные? Выражение a long weekend – длинные выходные – означает, что к субботе и к воскресенью добавились еще один или два дня, и получились выходные продолжительностью в три-четыре дня. Например. My wife and I spent a long weekend in Paris. Мы с женой провели долгий уикенд в Париже. Выходные бывают не только в субботу и воскресенье, если человек работает по нестандартному рабочему графику. Такой выходной, скажем, не для всех, называется a day off. I always do some housework on my day off. Я всегда делаю какую-то работу по дому в свой выходной. You need to take a day off. He took the day off to go to the doctor. Он взял выходной, чтобы сходить к врачу. Когда речь идет об отпуске или каникулах, в британском английском употребляется слово holiday или holidays. What are you planning to do for your holiday? Или what are you planning to do for your holidays? Что ты планируешь делать в отпуске? His children are on holiday. Его дети на каникулах. В американском английском принято употреблять слово vacation. I want to take a vacation in July. Я хочу взять отпуск в июле. I go on vacation twice a year. Я езжу в отпуск два раза в год. В этом выражении перед словом vacation чаще всего не ставится артикль. Еще пример. I used to spend my summer vacation at my grandmother's. Я проводил летние каникулы у бабушки. Не забывайте, что слово vacation можно произносить двумя способами. С дифтонгом vacation и без vacation. В американском английском слово holiday тоже употребляется и обозначает выходной по случаю официального праздника. Например, Дня независимости или Нового года. The first of May is a holiday in our country. Первое мая – выходной в нашей стране. В этом же значении может употребляться словосочетание public holiday или в британском английском bank holiday. The store will be closed for the bank holiday. Магазин будет закрыт по случаю государственного выходного. Также в американском английском для периода рождественских праздников употребляются названия the holiday season и the holidays. Например, There are a lot of people at the mall during the holidays или There are a lot of people at the mall during the holiday season. В торговом центре много людей на празднике. Давайте теперь подведем итог всему вышесказанному. Выходные дни в конце недели – это weekend. Во множественном числе можно сказать weekend, чтобы подчеркнуть, что мы говорим больше, чем об одной паре выходных. С этим словом мы употребляем разные предлоги. At weekends – в британском английском. On weekends – в американском. A day off – это любой выходной день. Это может быть как суббота, так и среда. Например, если вы не работаете по средам. Когда мы говорим об отпуске или каникулах, употребляем слово holiday или holidays в британском английском. И vacation – в американском. Не пугайтесь того, что версии в британском и американском английском немного отличаются. Если вы обычно придерживаетесь американского варианта, но употребите предлог, принятый в британском английском, ничего страшного не произойдет. И вас прекрасно поймут. Просто хотелось обозначить эти различия, так как часто возникает вопрос, как же правильно говорить. Спасибо за то, что досмотрели этот урок до конца. Дайте мне знать, если это видео понравилось. И напишите в комментарии, если узнали для себя что-нибудь интересное. Полезные ссылки смотрите внизу под видео. С вами был Кирилл. Скоро увидимся. Продолжение следует...